Друзья, добрый день! Давайте поговорим про то, как установить ваш первый гидрофойл на доску для винфоила. Это моя доска для винфоила. Она довольно маленькая, но в принципе на ней точно такое же крепление, как и на больших досках. Это рельсы. Они позволяют двигать мачту гидрофойла, изменяя положение. Для чего это сделано? На кайте все просто. Чем больше мы двигаем в корму, тем более стабильный гидрофойл. То есть, чтобы поднять доску, развернув ее вверх, чтобы гидрофойл взлетел, оторвался от воды, надо приложить больше усилия. Это хорошо для новичков. Чем больше мастерства, вы двигаете гидрофойл вперед до тех пор, пока обе ноги не будут одинаково нагружены. Это в том случае, если вы стоите более-менее прямо, избегая наклонов. Это очень важно для правильной техники, чтобы, изменяя положение тела, чуть наклоняясь, вас не выводило из равновесия. Как же делать новинги? Дело в том, что когда вы пытаетесь стартовать новинги, вы стоите просто на доске. И когда вы пытаетесь устоять на доске, вы стоите где-то ближе к середине. Почему? Есть такой термин, называется центр масс. Центр масс – это точка, на которую давит сила, и доска будет перемещаться ровно. То есть, на доску давит сила Архимеда, выталкивая ее из воды, а вы должны стоять в проекции этого центра масс, чтобы доска ровно лежала на воде. Не задирался ни нос, ни карман. Как вы это достигаете? Вы перемещаетесь по доске и пытаетесь держать тело прямо. Поэтому очень важно, когда вы начинаете разгоняться, чтобы это положение, проекция в центре масс совпадала с положением крыла, ну или было как можно ближе. Почему? Потому что когда вы едете, вы будете опираться на крыло. И стоите так, чтобы центр тяжести был в проекции крыла. Поэтому, когда вы устанавливаете гидрофойл, на мой взгляд, правильнее двигать его максимально вперед, чтобы проекция крыла совпадала с центром масс доски. То есть, это то место, где вы, стоя на доске, будете держать ее ровно. Когда вы начинаете разгон, скорость увеличивается, вы взлетаете, и если вы установили гидрофойл вперед, вам проще будет держать доску ровно. Иногда приходится отшагнуть назад, чтобы оторвать доску. То есть, вы стоите на доске где-то в этом положении, когда пытаетесь разогнаться, и когда пампите, чтобы отлепить доску, может быть, вы чуть отшагиваете назад, разворачивая нос доски вверх. И доска отрываясь, возможно, потом потребуется перешагнуть чуть больше вперед. Но гидрофойл по-любому надо двигать вперед, чтобы центр масс доски совпадал с проекцией крыла. Ну, или, по крайней мере, был где-то близко. Из-за чего вообще, почему нельзя сделать одно крепление для гидрофойла на доске и всегда туда ставить гидрофойл? Дело в том, что вы по мере роста мастерства будете ставить разные площади крыльев. То есть, у меня крыло 1400. У него немножко, может быть, своя подъемная сила, и она меняет положение в зависимости от площади крыла. Если поставить большее крыло, наверное, потребуется небольшая коррекция. Она небольшая, там, может быть, сантиметр-два, но все-таки есть. Поэтому рельсы, на мой взгляд, более правильные. В смысле крепления к доске. Поэтому на больших досках иногда бывают винты, которые не позволяют двигать крепление фойла. Потому что доска большая, там очень легко переходить ногами. Но на маленьких досках это достаточно важно. Поэтому, когда вы завтра пойдете кататься, попробуйте поставить мачту фойла в максимально переднее положение. Мне кажется, стоя на доске, удерживая равновесие, как правило, крепления, рельсы сдвинуты все больше назад. Из-за чего это возникло? Просто традиционно первые доски, на которых начали кататься на винге, это были сапы для гидрофойла, для катания с веслом по волне. Как это происходило, катание? Райдер стоял посередине доски, ноги были вместе, он греб, и когда начинал разгоняться, он отшагивал назад. Тем самым разворачивая доску, вставая в то самое рабочее положение, когда проекция центра тяжести уже над крылом. Но дело в том, что на винге, когда вы стоите, вам не нужно делать размножку, чтобы поднять доску. Вы и так уже в этом положении. Поэтому легче, чтобы у вас ноги стояли и не меняли свое положение. То есть вы стартанули, едете, если ветер кончился, вы остановились, и когда вы остановились, доска оказалась на воде, она опять лежит ровно. Вам просто достаточно создать тяги, и вы снова поехали. Если же центр масс доски будет слишком вперед, а крыло назад, вам придется постоянно перемещаться. В положении на корме вы ехали, потом, когда вы остановитесь, нос доски будет задираться, и вам придется перешагнуть вперед. Поэтому я думаю, что совет двигать мачту максимально вперед для 99% случаев будет более удобным. Спасибо за внимание. Расскажите, как у вас получилось. Получилось? Продолжение следует. Продолжение следует...